Замечательный человек и замечательные слова. Скажите, пожалуйста, вы сталкивались с такими ситуациями, когда обучение прошло и задаете вопрос продавцам, ребят, вы же учились, а где же результат? Спрашивали? Что слышали в ответ? Чем грамотнее продавец, тем грамотнее объяснит, почему у него не получается. Нет, отличная позиция. На самом деле для продавца защитная позиция классная. Все достаточно просто. Продавец может быть прав, может быть не прав. Нередкий случай, когда продавцу просто не хочется что-то делать. Он не замотивирован использовать полученные знания на практике. Зачем? Ему и так хорошо. Я сам был в такой ситуации, когда был продавцом. Отправили на обучение. Ну здорово, да, все классно. Я посидел, послушал, поиграл в игрушки. Ну и только. А зачем применять полученные знания, если рост результативности никак не отразится на моей зарплате? Я напишу в резюме, что я проходил такое обучение, и все. И вот здесь все-таки надо подумать о таком узком моменте. С одной стороны, развивая продавцов, вы должны как-то связать их мотивацию с тем, что они проходят это обучение, что, дружище, ты пойми, что вот если ты будешь применять полученные знания и покажешь больший результат, я готов поговорить с тобой о дополнительных преференциях для тебя. Не за красивые глаза, а за результат работы. Вы готовы примеровать сотрудников за результат? Ну вот и все. Можно разделить эти вещи на две мотивации. Одно материальное и нематериальное. Материальное, ну понятное дело, сколько заработал, столько получил. Нематериальное в разных компаниях бывает по-разному. Я в практике сталкивался с тем, что одним из факторов нематериальной мотивации для сотрудников была возможность бесплатной юридической консультации в юротделе компании по любому вопросу. То есть сотрудник едет на юг, берет машину в аренду, попадает в ДТП, он не звонит в ГАИ, он звонит в юрслужбу, говорит, я в ДТП попал. Юристы уже сами все разбирают. И люди говорили, что нет, 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 мне это важно, я тут в аварию два раза в год попал, лучше пусть юристы разгребаются и там по судам, если надо, мотаются, но я не в жизнь. Это тоже людей мотивировало на то, чтобы работодатель говорил, дружище, давай так, ты учишься, но у тебя есть такая возможность. Если ты продолжишь учебу и покажешь хороший результат, мы дадим тебе другую возможность. Например, брать кредит у компании на покупку автомобиля под 3% годовых. Нет, ты не можешь взять деньгами, тебе могут их оплатить машину. Компания оплачивает, ты выбираешь, она оплачивает. Вот так. То есть у любой нематериальной мотивации есть определенный материальный эквивалент. Бывали у вас такие ситуации, когда продавцы говорят, ну нет, мы не хотим. А что говорят, почему не хотите? Все знаем, все умеем, там ничего нового не будет. Мы уже это проходили 10 раз. Посмотрите, какая парадоксальная получается ситуация. С одной стороны, люди говорят, что мы все знаем, мы ничего не хотим. С другой стороны, отправляешь их куда-нибудь, вроде новые знания, новые навыки получают люди, а эффекта нуль.